Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. 16 дней до Нового года. Снег пока только в горах. И МЧС предупреждает, в горах выше 2500 метров лавина опасна. Снег пока и в горах. На днем 8-10 градусов тепла. Карачаево-Черкесскому медицинскому колледжу исполнилось 85 лет. Ни для кого не секрет, что средний медицинский персонал проводит огромную работу. А медицинский колледж является кузницей профессиональных кадров. Каким специальностям на данный момент готовят специалистов в медучреждении? Сколько выпускников продолжают свое обучение? И какой процент возвращается преподавать в альбоматор? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии ответит директор медицинского колледжа Рашид Эртуев и заместитель по учебной работе Аминат Кайчуева. Доброе утро всем. Доброе утро, Аминат Амурбивна. Доброе утро, Рашид Таласултанович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Я вот хочу сказать лично о вас, Рашид. Уговорить вас на беседу не так легко, потому что вы такой немножко непубличный человек. Я вдвойне рада тому, что вы пришли. Но повод же у нас, правда, прекрасный. 85 лет вашему медицинскому колледжу Карачао-Чешкесскому. 85 лет – это большой срок, это почти целый век. И от себя могу сказать, что вот те люди, которых вы воспитываете, средний медицинский персонал, они делают огромную работу. Это ни для кого не секрет. Ваши выпускники не только в нашей республике, в нашей стране, они по всему миру. Это большая, длинная история. Но я бы сейчас хотела бы вернуться немножко к истокам. С чего все начиналось? Ну, начиналось это все в далеком 1936 году. Руководителем, кто открывал, была Леппи. Это была школа медсестер, потом она переросла в школу в училище. И она функционировала до 1943 года по известным причинам, пока немцы не захватили Карачао-Черкесию. Да, и выпускники нашего колледжа, очень многие выпускники нашего колледжа участвовали в боях в Великой Отечественной войне. И наши медсестры, они были на передовой и вытаскивали с полей сражения наших раненых и потом лечили их. Потом школа начала, училище начало работать. И по сегодняшний день мы имеем возможность обучать студентов на следующих факультетах. Это сейственское дело, это лечебное дело, это акушерское дело, стоматология, ортопедическое. Вообще по всем профилям по среднему образованию, по медицине мы имеем возможность обучать. И в 2018 году мы открыли, пролицензировали фармацию. На сегодняшний день мы готовим и фармацевтов. Фармацевтов? Да. Ну, это замечательно просто, конечно. У нас же до этого не было? Не было, да. И в этом учебном году мы уже первый выпуск произведем. Ваши выпускники зачастую возвращаются к вам на работу. Я сейчас хочу немного спросить о вашем коллективе. Вы, как руководитель, на сегодняшний день довольны работой своего коллектива? Что можете сказать о тех людях, которые уже много-много лет работают с вами? Ну, доволен ли я работой у своего коллектива, наверное, сказать довольны. Я сам выпускник этого колледжа, и когда я пришел уже на руководящую должность, здесь пришлось уже руководить своими преподавателями, которые... Ну и каково это? Ну, немножко поначалу было тяжело, немножко было... Неудобно. Неудобно, да, был какой-то дискомфорт. Но потом уже, когда цели и задачи все вместе определили, было очень легко и удобно работать. Хотелось бы сказать о наших таких корифиях. Это Зара Ибрагимовна, к сожалению, ее нет. Это Рита Алексеевна, это Ивлева Зинаида Игнатьевна и многие-многие другие, которые нас учили. Бывший наш руководитель, вот до меня он руководил колледжем, Анатолий Хусинович Сакиев. Да, сейчас они на заслуженном отдыхе. Ну, это те преподаватели, которые работали долгие-долгие годы. Хотелось бы отметить, что наши выпускники с удовольствием возвращаются в родные пенаты, и продолжают дело своих учителей, работают. Практически, можно сказать, процентов 30 нашего педагогического состава – это наши выпускники колледжа. Большой процент. Да, это хороший процент. Поэтому без коллектива, без сплоченности коллектива, без единомышления, наверное, работать было бы тяжело. Стоит какую-нибудь идею подать, подхватывать все. За последние годы мы имеем очень много достижений. Выиграли грант, участвуем по программе WorldSkills, были участниками российского чемпионата. То есть, обилимпикс. Я думаю, по этим вопросам Амината Марбиевна лучше расскажет. Она у нас звездочка в этом отношении. Я бы хотела спросить у вас, Амината Марбиевна, каков процент тех выпускников, которые продолжают обучение в этой сфере медицинской, поступают в ВУЗы? На сегодня наши выпускники, они востребованы как в практическом здравоохранении, и также у нас очень много выпускников, которые желают продолжать дальше обучаться в медицинском направлении, идут в высшую школу, то есть поступают в медицинские ВУЗы. На сегодня процент у нас составляет 26%. Вот из числа выпускников, даже если взять 2021 год, такое количество наших выпускников поступили в медицинские ВУЗы, как в республике у нас, так и за пределами республики. Мы можем восхищаться нашими выпускниками, потому что о них идут хорошие отзывы, они обучаются в московских ВУЗах. В Крыму есть у нас выпускники, наши выпускники даже от них были замечены, в министерстве Российской Федерации с сотрудниками и приглашены на бюджетные места в обучении в медвузы. Поэтому они показывают хорошие, отличные результаты. Вы следите за их судьбой? Конечно. На сегодня мы отслеживаем практически ежемесячно дальнейшую судьбу наших всех выпускников, даже вплоть до тех, кто у нас находится в декретном отпуске, кто военных в армии находится, наши выпускники. Мы по ним отчитываемся. У нас есть отдел по трудоустройству выпускников, и вот проводим эту работу. Аминат, скажите, все-таки мальчиков больше или девочек? Наверное, девочек, да? Девочек, конечно. Как не проходишь, там все девочки в белых халатах. А сейчас, я смотрю, и мальчики есть. Да, если у нас вначале это было на весь контингент где-то 80 мальчиков, на сегодня у нас их около 200 юношей, которые желают проявить себя мальчиком. То есть вот на курсе, допустим, 30 девочек и 2 мальчика, так примерно? В группе, если смотреть, у нас мальчиков максимум это 4-5 человек. В группе бывает и более даже мальчиков. А вот на отделении стоматологии ортопедическое, кстати, я сама курирую эту группу, там, конечно, основной состав это юноши. И у нас даже в этом году на акушерском отделении 2 мальчиков есть. Сейчас столько сериалов про врачей. Мне кажется, это тоже какую-то роль может сыграть для того, чтобы парни пошли в эту профессию. Вы знаете, вот эта еще ситуация с ковид привлекает больше юношей, которые хотят себя именно реализовывать в помощи населению. Не только вот врачами, да, и медицинскими братьями идут работать, фельдшерами. И поэтому мы видим востребованность этих специальностей в жизни молодежи. И это радует нас. Немного такой, наверное, официальный вопрос. Цель и задачи вашего учебного заведения? Ну, основная цель коллектива нашего колледжа, это, конечно, подготовить конкурентоспособного на рынке труда, постребованного в практическом здравоохранении, опыскника, который обладает общими профессиональными компетенциями в соответствии с федеральными государственными стандартами. Ежегодно наш коллектив над этим работает, улучшает свои методики в обучении, да, улучшаем материально-техническую базу, библиотечный фонд оснащаем. И вот на сегодня наш выпускник, он востребован. Вот как я ранее сказала. Рашид Та Султанович сказал о специальностях новых. Еще что-то планируется? Ну, о планах, Рашид Та Султанович? Вот к тому, что Амината Амарбина сказала, хотелось бы добавить, что ситуация по ковид. На сегодняшний день у нас порядка 100 студентов занимается волонтерством. Они в городской поликлинике, в Республиканской больнице, да, и Единая Россия, вообще Народный фронт, наши студенты, что отратно, с удовольствием идут, если есть какой-то призыв, приглашение, они вот с удовольствием идут, с удовольствием работают, и это все бескорыстно, без это. И огромное им спасибо за то, что они отзываются, и хотелось бы поблагодарить их и их родителей за понимание, что в данной ситуации они помогают нашей республике. Тем более они обладают знаниями. Ну, в основном мы отпускаем третий и четвертый курсы для определенных работ, а первые и вторые только в помощь им. Так что вот они как бы вот так работают. Ну, а если о планах, вот в какие-то программы вы будете входить? Ну, я уже говорил, что мы выиграли грант в 2018 году на 6 миллионов, оснастили свои мастерские, открыли мастерские, сделали мастерские по пяти направлениям. Мы начали активно участвовать в программе WorldSkills, Обилимпикс. И как бы на передовых позициях наши ребята участвовали в российском конкурсе. И как были отмечены, это для нас приятно. И они многое что-то видят. Планы есть, но когда начинаешь рассказывать, озвучивать планы, да, они имеют тенденцию не сбываться. Поэтому будем дальше работать, будем дальше развиваться. На сегодняшний день у нас уже, сколько у меня там, Арбивина, 5-6 преподавателей являются экспертами по WorldSkills российского уровня. То есть их приглашают, мы приглашаем, как бы взаимно растут. И мы делаем все для того, чтобы они обучались, я имею в виду педагогический состав, так, чтобы они продвигались вперед, не стояли на месте. У нас часто бывают конференции, к сожалению, с ковидом, иногда в онлайн-режиме. Если нам удается отправить их очно, мы отправляем очно. Они часто ездили в Москву, в Казань, в Мурманске были, в Тюмени ездили. Ну и по Северному Кавказу практически побывали везде. Ну, как-то вот так. На месте не стоим. Ну, это видно. Вы знаете, я думаю, любой человек согласится с тем, что Карачаево-Черкесский медицинский колледж – это одно из лучших учебных заведений не только Карачаева-Черкесии. Потому что такая история, такая база, и я думаю, что ваши выпускники еще не раз прославят своих учителей, свой альмаматор, и мне остается пожелать вам, конечно, еще много-много-много новых юбилеев, успехов и удачи в вашем нелегком труде. И благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Вам здоровья. Всем жителям нашей республики в это трудное время беречь себя, беречь родных, близких, чтобы никто не болел. И тогда и врачам, и медперсоналу всему будет чуть полегче. Дай Бог. Спасибо вам. Всем здоровья. Спасибо. Юные спортсмены из села Дружба завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по тхэквондо, который проходил в дворце единоборств Акбарс в Казани. Четыре золотых медалей в копилку нашей республики привезли тхэквондисты. Тренер спортсмена в Исхак Гачияев серьезно готовит ребят к соревнованиям, воспитывая непоколебимую волю к победе. О победителях состязаний и о том, как они готовятся к чемпионатам, подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Левшоков. Сильные и точные удары с разворота, которые мгновенно достигают цели. Тренировочный день для тхэквондистов начинается с разминки и отработки ударов. Тренер юных чемпионов Исхак Гачаев с особым вниманием и усердием готовит ребят к соревнованиям. На прошедшем чемпионате тхэквондисты показали прекрасный результат, завоевав 7 медалей. Туруса Вислам делал, у него весовой категории было около 30 человек. И он около 9 боев сделал. Не около, а 9 боев сделал и занял первое место в своей категории 70 килограмм. Очень трудно гонял свой вес, вошел вес и первое место занял. Двое спортсменов во взрослой категории Ислам Урусов и Леон Банов стали победителем чемпионата первенства России под тхэквондо, который проходил в Казани. А самый юный тхэквондист Амаль Чипчиков и Самат Наурузов также завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Вдохновение на новые соревнования для получения таких же достижений для будущего своего. Спорт развивает не только достижения в спорте, он развивает и достижения в жизни. Поэтому хочется покорять новые вершины. Надеемся на чемпионат мира. Я несколько раз уже ехал на чемпионат России и выиграл. Тяжело было? Нет, немножко было тяжело. Какой бой сделал? У меня в этом году было два боя. Я выиграл. Помимо этого три спортсмена завоевали бронзовые медали чемпионата и первенства России. Сейчас тхэквондисты готовятся к другим международным соревнованиям. Алихан Ипшоков, Ахмад Чучаев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Близится конец недели, а вы уже решили, чем разнообразить свой досуг. Можно порадовать себя походом в кино или на мероприятия. Наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева подготовила подборку мероприятий. Ей слово. Доброе утро всем. С удовольствием возобновляем для вас яркую рубрику о киноновинках и мероприятиях в республике. И вот что нас ждет. В селе Чапаевском Прикубанского района до 20 декабря пройдет спектакль «Великан Грохотун» про короля, который постоянно врет. Цена билета от 50 рублей. В библиотеке для незрячих и слабовидящих состоится творческая мастерская «Новогодняя игрушка», где ребята своими руками создадут атмосферу праздника и волшебства. И о кино. Сегодня кинотеатр «Чарли» откроет кинозал повышенной комфортности для жителей республики. Торжественное же открытие состоится 25 декабря в 12.00. А на большом экране идет прокат биографической драмы «Дом Гуччи» с Леди Гагой, Джаредом Лето и другими актерами. Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля власти. Но она же была их проклятием. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира. Юных зрителей и их родителей порадует комедия «Большой красный пес Клиффорд», когда школьница Эмили получает в подарок очаровательного щенка с красной шерстью. Она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного трехметрового пса. Мама в командировке, поэтому самые захватывающие необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Пес Клиффорд научит их, а заодно и весь мир, любить по-крупному. Любители фэнтези могут посмотреть фильм «Вечный» о представителях рас и генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Наделенные невероятными суперспособностями на протяжении тысячелетий, они скрывались от человеческой цивилизации. Однако последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятного продолжения дня и до встречи в эфире. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия». Хорошего вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова